Друзья, привет! Сегодняшний инструмент попросил меня изготовить один очень хороший знакомый. Он по призванию жестянщик и иногда такой инструмент очень нужен в работе. Вместо технического задания он мне протянул вот такой рисунок, скачанный в интернете. Требований к размерам будущего изделия никаких не было. Также ему не нужны были боковые упоры. Рисунок получился почти в масштабе и это здорово сэкономит нам время. А мы начинаем и приятного вам просмотра. Для изготовления инструмента сбегал магазин и приобрел несколько пар разных подшипников. Сегодня, впрочем, как и всегда, работаем без чертежей. И будет полная импровизация. Давно ждали своего часа пара прутков диаметром 19 мм. На них будут крепиться ролики. Нужно выполнить на каждом проточку под посадку подшипника. Для этого, конечно же, воспользуемся токарным станком. Системой УЦ работать намного быстрее, а главное точнее. Измеряем диаметр заготовки и вводим его в систему индикации. Легким движением рук и резец привязан координатам. Отлично! На втором прутке также сделаем проточку под два подшипника с расстоянием между ними 18 мм. Готово! Следующими на очереди сами ролики. Наружный диаметр этого будет равен 42 мм. Пруток у меня только 60 мм, поэтому часть металла придется перевести в стружку. Далее заготовку рассверлим и расточим. Появились у меня в мастерской вот такие сверла от компании DeVolt. Ими и будем производить одну из этих операций. Делаем посадку под подшипник и один из этих операций. Один ролик готов. Так же поступаем и со вторым. В нем будет стоять только один подшипник и согласно рисунка он имеет небольшой конус. Еще парочка упорных подшипников. И на этом токарка пока все. Для этих целей конечно же лучше использовать трубку для экономии металла. Но нужной в моей мастерской не нашлось. Эти ролики будут крепиться с торцов винтами М6. Для этого сверлим отверстие и метчиком нарезаем резьбу. Затем сделаем проточку под подшипник. Повторим ту же операцию с другой стороны и пойдем на пресс. Ни разу не пожалел времени и средств на его изготовление. Если интересно ссылку на это видео найдете в подсказках в углу экрана. В итоге вот такая красота получилась. Далее займемся корпусом. Его сделаем из куска алюминия, который подарил мне мой подписчик Николай. Еще раз ему за это огромное спасибо. Отрежем от него кусочек 35 миллиметров. Отрезать такой кусок болгаркой то еще занятие. И ленточная пила нас в очередной раз выручит. Высоты пропила не хватило, поэтому заготовку переворачиваем и дорезаем. Полученный брусок выровняем со всех сторон. Ну а потом отпилим по длине в нужный размер. У меня в наличии есть вот такая убитая фреза по дереву. Ею попробуем скруглить грани. Алюминий металл мягкий и я думаю она со своей задачей справится. В итоге вот что получилось на этом этапе. Я думаю очень даже неплохо. Далее нужно сделать пару параллельных отверстий для прутков с подшипниками. Методом несложных вычислений узнаем центра отверстий из-за станок. Методом несложных вычислений. Примеряем все по месту и если все хорошо, то продолжаем. Заготовка корпуса была сделана с большим запасом и на этом этапе разделим его на две части. Дисковая фреза у меня очень тонкая и при больших заглублениях ее часто уводит в сторону. Что произошло и у меня. Теперь с торцов необходимо нарезать резьбу М8 для фиксации штоков в заданном положении. А в основании сделаем пару отверстий с резьбой М6 для установочных винтов. Ну или гужонов, кому как удобнее. Вновь такая ручка. Теперь изготовим один винт для штока с накаткой. Его в итоге решено было заворонить. Это самый простой способ. Просто нагреваем деталь и погружаем в льняное масло. Вот так будет выглядеть эта деталь в сборе. Теперь можно подсобрать и всю конструкцию. Осталось изготовить кронштейн для крепления пары упорных роликов. Это на мой взгляд самое простое. Есть у меня пластина толщиной полтора миллиметра. Вот из нее и сделаем. Мой сегментный листогиб нам в этом поможет. Загибаем пару углов по 90 градусов. И получим P-образную форму. Кронштейн будет крепиться к подвижной части. И значит нужно сделать разметку под штоки. Также сделаем несколько отверстий для осей роликов. Сам кронштейн немного облагородим и в дальнейшей разметке используем наши ролики и болванку диаметром 80 миллиметров. Кстати, кто помнит какой инструмент я уже изготовил из этого кусочка 45-й стали? Пишите в комментариях. Так будет выглядеть в итоге наш кронштейн. Погнали обрабатываем. Здесь все средства хороши. Я же воспользуюсь УШМ и своим самодельным гриндером. После всех манипуляций получаем вот такую красоту. За кадром все подсобрал и конечно же ничего не заработало. Все дело в этом ролике с конусом. На рисунке он такой же как у меня, но я предполагаю, что ось вала также имеет наклон. И ролики плоскостями плотно прилегают. Решено было изготовить другой прямой ролик, а также покрасить кронштейн. Тем временем мне позвонили с почты России и сообщили о прибытии пары посылок. Я редко показываю подобные распаковки, но это стоит вашего внимания. Пока распаковываю, хочу сказать огромное спасибо подписчику Кириллу. Для меня подобный материал на вес золота. Тут больше 15 килограмм цветного металла различных мастей. Шестигранники, прутки, алюминий, латунь, капролон и многое другое. И наверное повторю слова Игоря Негодой. Это просто фантастика. Во второй посылке не менее интересные вещи. Это наждачные круги на скотче разной зернистостью и диаметром. Также пара микрометров на 50 и 75 миллиметров. Давно хотел себе приобрести, но все никак не доходили руки. В общем еще раз огромное спасибо Кириллу за этот щедрый подарок. Тем временем краска высохла и я собрал всю конструкцию. Как по мне выглядит она просто шикарно. Забыл сказать, ручка с рычагом для выборки зазора. Для разной толщины металла. На оригинале есть еще шкала в миллиметрах для выставления нужного размера гиба. Ее уже нанесу, когда в мастерской появится лазерный маркер. Он ведь, надеюсь, скоро у меня появится. Ну как накоплю. Для тех, кого интересует вес всей конструкции, он составляет чуть больше 2,5 килограмм. И давайте же перейдем к испытаниям. Металл у меня 0,4 миллиметра. Это задняя стенка от потолочных светильников типа Armstrong. Подобным инструментом я пользуюсь впервые, так что не судите строго. На данный момент этот инструмент уже в работе и отзыв о нем от друга я уже получил положительный. Ну а у нас в итоге получился вот такой гиб. На этом у меня все. Если понравилось это видео, не забываем ставить лайки, подписываться на канал и не забываем написать комментарий. Это здорово помогает в продвижении канала. А с вами был, как всегда, я Михаил и это канал Добрый Мастер. Пока-пока.